Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. В Алтайском крае открыли первый профильный симуляционный центр для хирургов. На его базе врачи, ординаторы, а также студенты старших курсов смогут обучаться мануальным навыкам. То есть таким, которыми нужно владеть, чтобы проводить реальные операции. Возможности нового центра, а также в целом профессиональную подготовку начинающих врачей края обсудим с деканом лечебного факультета Алтайского медуниверситета Галиной Бородиной. Здравствуйте, Галина! Добрый день! Ну вот прежде всего объясните зрителям простыми словами, что такое симуляционный центр, что он представляет из себя и в чем его значимость? Ну, наверное, хочется сказать о том, что в целом симуляционное обучение — это система, это современные технологии оттачивания практических навыков, умений и контроль над этими навыками со стороны преподавателей, со стороны наставников с помощью моделирования определенных клинических ситуаций, порой очень сложных клинических ситуаций, которые в практическом здравоохранении встречаются, возможно, очень-очень редко. И в последующем, конечно же, безусловно, этот опыт, он обязательно пригодится для практического здравоохранения. Знаю, что новый центр открыли на базе пятой городской больницы. Вот эта площадка, она была выбрана намеренно? В этом есть какие-то преимущества? Безусловно, потому что на базе городской больницы номер 5 очень много отделений хирургического профиля. Наша основная кафедра — это кафедра факультетской хирургии имени профессора Израиля Сайкача Неймарка. И госпитальная хирургия тоже базируется на базе данной больницы. Поэтому, безусловно, логично было выбрать площадкой именно данное лечебное учреждение. А вот какие конкретно практические навыки смогут отрабатывать в этом симуляционном центре врачи и студенты? В последующем планируется, что в этом симуляционном центре будут оттачивать свои навыки. Это и обучающиеся старших курсов, безусловно, это ординаторы. И в этом центре, возможно, как более, скажем таки, простые манипуляции, как наложение швов. Казалось бы, простая методика, но она требующая тоже очень большого опыта. Это, допустим, катетеризация вены, катетеризация артерии и так далее. И более сложные методики, например, ляпароскопические установки. То есть это проведение уже оперативного вмешательства. Это эндоскопические установки, проведение операции с помощью современных методик. Все эти методики студенты и начинающие врачи будут отрабатывать на манекенах. На манекенах, совершенно верно, да. Чтобы потом уже, имея опыт определенный, то есть не в условиях операционной, не на больных, а именно на симуляторах отработать свои навыки, отточить их, и только потом уже у постели больного, либо непосредственно у операционного стола. Ну вот смотрите, отработка навыков на манекенах. Вот в прежние годы, насколько я знаю, ну, по крайней мере, об этом говорят матерые врачи, что они, будучи студентами, уже делали довольно сложные операции. Не получается ли так, что сегодняшняя профессиональная подготовка врачей несколько уступает той, что была в прежние годы? Или настолько изменились стандарты обучения, что вот сегодня так? Не страдает ли качество образования? Качество образования нисколько не страдает. Наверное, хочется сказать о том, что, в принципе, вообще изменилась система подготовки медицинских кадров, и вектором сегодня медицинского образования является именно практика-ориентированность. Введены новые профессиональные стандарты, введена система первичной аккредитации, вообще аккредитации медицинских работников. И наши выпускники теперь, то есть выпускники шестого курса сразу же идут работать в первичное звено, то есть в поликлинику. Но у нас есть студенты, которые обучаются по индивидуальному плану. У нас есть школа наставничества, которая начинает свою работу в среднем звене студентов. То есть это наставники, преподаватели, которые курируют студенческие группы. И на шестом курсе у нас есть школа так называемого мастерства, то есть это углубленное изучение конкретно хирургии. И вот здесь уже наши студенты, это практически подготовленные в будущем врачи с очень качественной подготовкой по хирургическому профилю. То есть практические навыки на стадии обучения отрабатываются полностью, да? Полностью отрабатываются, совершенно верно. У нас есть ребята, которые занимаются в кружке, в кружке по хирургии. Начинают они свое обучение со второго курса. Сначала просто вяжут швы, оттачивают методику наложения швов и так далее. А затем уже осваивают более сложные манипуляции, опять же, на медицинских тренажерах, то есть в симуляционном центре. И подтверждают свой опыт на олимпиадах региональных и даже всероссийских. Вот новый симуляционный центр, это первое такое учреждение для края или есть еще подобные? Симуляционный центр в прошлом году был открыт на базе перинатального центра ДАР, в котором оттачивают свое мастерство будущие акушеры-гинекологи. В принципе, и студенты, обучающиеся на четвертом курсе в рамках дисциплины акушерства и гинекологии. И симуляционный центр, открытый для освоения практических навыков и в дальнейшем для проведения процедуры первичной аккредитации выпускников, которая является обязательной, начиная с 2017 года. То есть получается как минимум три центра со своей специализацией? Совершенно верно. А в будущем новые центры, вот такие профильные, вы планируете открывать? Планируется еще открытие профильного центра в больнице противотуберкулезной и расширение симуляционного центра, который и сейчас функционирует на базе Алтайского государственного медицинского университета. То есть его расширение и его в дальнейшее функционирование. А когда вы думаете ввести именно эти центры? Какие годы? В следующем году будет этот центр противотуберкулезной больницы. И в связи с тем, что система первичной аккредитации, она многоуровневая. Сейчас у нас это специалитет, то есть это выпускники медицинского университета. На следующий год в первичную аккредитацию вступают ординаторы, то есть это те специалисты, которые узконаправленные дисциплины. И в дальнейшем это непрерывное медицинское образование, то есть это врачи, медицинские работники. Поэтому постепенно будет расширение нашего симуляционного центра на базе нашего медицинского университета. Вот вы каким-то образом оценивали эффективность от этих центров? То есть повышаются ли, улучшаются ли практические навыки, повышается ли качество образования студентов после того, как они уже провели, прошли ряд практических занятий в них? Ну, хотелось бы, наверное, начать с того, что независимо от выбранной специальности, у нас теперь абсолютно все выпускники владеют сердечно-легочной реанимацией, что является обязательно для любого врача. Это, безусловно, без риска для пациента происходит оттачивание навыков. Это психологического нет барьера у наших обучающихся, потому что, возможно, многократное повторение одного и того же навыка, и только потом, соответственно, у постели больного можно повторить тот же навык. Понятно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я, в свою очередь, поздравляю вас с открытием нового центра, с улучшением, получается, материально-технической базы в ВУЗе. Приходите к нам еще. Спасибо огромное. Ну, а я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова